всем привет мы на канале футбольного клуба аланья продолжаем знакомиться с новичками команды и сегодня у нас гостях заур тарба заур приветствую приветствую первый вопрос заур ты в команде уже несколько месяцев расскажи пожалуйста как адаптировался как себя чувствуешь на данный момент в команде ну ушло на самом деле на адаптацию не очень много времени все ребята хорошо приняли со многими уже так близко можно сказать начал общаться все хорошо все отлично заур расскажи пожалуйста о начале своей карьеры где ты начинал какие академии прошел мы в интернете посмотрели и нигде не смогли найти место твоего рождения и хотелось бы чтоб ты немножко просветил этот вопрос об этом расскажи свой путь футбольный ну родился в абхазии там и начал заниматься футбольным клубе нарт из города сухум пять лет я там занимался потом пригласили на просмотр в академию краснодар и после двухнедельного просмотра зачислили в академию твой отец и брат также профессиональные футболисты получается у вас футбольная семья ну семья футбольная не только отец и брат еще мой дед играл футбол ну у отца карьеры получилось такая коротковатая можно сказать он получил тяжелую травму после этого не смог продолжить играть и у брата можно сказать такая же была ситуация он порвал крестообразные связки после этого уже профессионально футболом не занимается но у брат до сих пор до действующих футболист но он играет в абхазии да мы еще вернемся к этому вопросу за расскажи пожалуйста вот в академии цска ты дважды выигрывал молодежное первенство сейчас выступаю же во взрослом футболе как оценишь эти титулы и какую роль вообще они играют в своей карьере ну на самом деле это приятно но когда первый раз выиграли там было очень много эмоций положительных но потом когда начал больше углубляться там смотреть там свои игры и понял то что как раньше было дубль ну уровень сейчас чемпионата не тот потому что там возраст стал игроков пониже из основу меньше игроков спускается и там ну можно сказать выпускной год академии играет то есть уровень молодежного первенства сейчас стал немножко ниже созданного значительно пониже да от расскажи как часто ты привлекался к тренировкам с основным составом цска ну вот в конце прошлого сезона последние где-то четыре тура я все время там с ними был на играх тренировался с ними последние месяца два и потом поехал на сборы с ним то есть попав цска в основную команду к тренировкам расскажи пожалуйста кто тебя впечатлил какие были у тебя эмоции почувствовали ты что это совсем другой уровень уже ну почувствовал сразу дату что другой уровень я из того кто меня впечатлил но это однозначно ландзагоев то как он обращается с мячом я думаю любому игроку который понимает футбол понравится в том же сезоне в прошлом ты дебютировал в российской премьер-лиге в матче с краснодаром вот расскажи нам немножечко как это было какие эмоции испытывал что говорили что советовали ну получилось так то что основной опорный полузащитник получил 4 желтый пропускал игру и тренерский штаб доверил мне выйти на поле и но я провел первый тайм после этого меня заменили ну не знаю мне кажется если бы я еще играл бы то что-нибудь интересное показал бы ну то есть дебютом ты был доволен и доволен доволен он немножечко после матча ты как-то оценивал может не спал мать может мне моменты все пересматривал не ночь не спал такого не было много людей там позвонила родители там все радовались ну я рад своему дебют вот смотри ты уже привлекался к тренировкам с основным составом дебютировал вроде бы дела обстояли хорошо но что в конечном итоге произошло ты поехал набираться опыта ну как вообще циск отреагировал на эту ситуацию на твой переход что говорили ну вроде бы когда я поехал на сборы пришел новый тренер я думал получится там доказать ему то что я достоин играть первой команде пример лиги но у тренера было другое мнение там самого начала можно сказать он дал понять то что нужны усиления на мою позицию и не только на мою во всех почти позициях были усиление в них и после этого ну после разговора нашего он не дал понять то что но сейчас я не буду там играть и в тот момент у тебя появился вариант солани до появился вариант солани и может быть неделю где-то поговорил там семьей с родителями и принял решение приехать то есть твой переход как можно сказать произошел быстро ну да достаточно быстро незадолго до твоего перехода в волонью перешел руслан дауров твой бывший партнер по цска а вот с ним например ты общался может еще кто из игроков кого-то знал уже в клубе может это советовал там рассказал как здесь что ну с русланом дауровым да мы близко очень общались цска много всего вместе прошли а так из из игроков которые были здесь но я так лично не знаком был со всеми с моим братом многие играли и вот через них как-то узнавали советовались и в итоге я здесь по выступлением за цска ты частенько на пересекался с командами за уроки дева с командой с ростовом вот тот факт то что этот тренер умеет работать умеет работать с молодежью он как-то повлиял на твой выбор ну мы поговорили с ним по телефону перед моим переходом и он мне дал понять то что если я сюда приду то это ну не ошибусь точно то есть взвесився за и против ты решил перейти волна вот перейдя в новый клуб скажи пожалуйста с какими трудностями ты столкнулся может трудности не было никаких но что-то было сложное период адаптации ну немного совсем времени потратил на то чтобы привыкнуть к новому тренировочному процессу тут все коротко но очень интенсивно у нас с к было по-другому ну вот к этому привыкал может быть первую неделю-две потом уже все нормально твоя позиция на поле опорный полузащитник это единственная позиция на которой тебе удобно либо ты универсален и можешь закрыть еще какие-то позиции ну в академии в цска я еще играл центрального защитника когда надо было играл ну восьмого номера инсайда повыше чуть-чуть ну и опорный полузащитник центральный расскажи пожалуйста каким по твоему качеством должен обладать классный опорный полузащитник и кого ты можешь например привести в пример из мирового футбола тот чай игра тебе импонирует ну кто сейчас играет это на мой взгляд на данный момент лучший опорник это бускет из барселоны ну его хладнокровие думаю каждый футболист позавидует как он разбирается в тяжелых эпизодах с мячом он вроде по габаритам не такой здоровым можно сказать но у него очень тяжело отобрать мяч тебе еще предстоит полноценный дебют на на во взрослом футболе будем говорить так расскажи пожалуйста чем тебя на данный момент удивила первая лига и какие-то можешь провести параллели может быть с премьер-лигой с молодежным первенством ну если не брать нашу команду и может быть рубин ну очень много команд которые играют от простого выносы вперед борьба может вот это чуть удивило я думал то что будет более комбинационный футбол а вот еще такой момент многие говорят что в первой лиге любая команда может обыграть любую как ты а проверим на самом деле это так мы тоже на своем опыте убедились с волгой вроде бы не было такого то что недонастроились недооценили соперника но так бывает в футболе то что не получается забить хотя ты создаешь больше моментов чем соперник за урты родом из абхазии это для нас не чужой народ и абхазы сами по себе эмоциональный народ такой можно сказать шумный по тебе складывается впечатление что ты довольно таки скромный спокойный молодой человек скажи пожалуйста может быть на поле мы можем видеть тебя более эмоциональным ну на самом деле последнее время на поле совсем другой очень эмоциональный даже иногда перебарщиваю с этим может быть цска особенно когда за молодежку играл были моменты когда сам уже понимал то что на же останавливаться а так в жизни спокойно то есть я смотрел у тебя 10 желтых карточек было иногда в прошлом сезоне да расскажи пожалуйста как часто ты бываешь дома в абхазии как вообще катья привязанность к родному дому как бывает ли у тебя свободное время ты сразу туда или ну когда такой перерыв не знаю два-три дня и ну думаю смысла нету ехать два дня потратишь на дорогу и один день там с родителями а так когда каникулы всегда езжу домой к родным мы уже говорили что твой брат играет сейчас в чемпионате абхазии а как ты оценишь вообще уровень футбола сейчас в абхазии ну сейчас может быть он на подъеме потому что там много новых школ открылось детских и уже вот ребята которые не могут играть по своему возрасту уже играются взрослыми достаточно много хороших ребят все ходили слухи перед этим сезоном что команда из абхазии может сыграть во второй лиге чемпионата россии как ты на это смотришь потянут ли уровень абхазские команды либо там может одна какая-то флагманская команда есть ну там команда одна нарт все время выигрывает чемпионат а так это было бы очень хорошо для нашего футбола потому что у многих но нету возможности куда-то уехать с абхазии показать себя там в россии или где-то еще я думаю это был бы хороший шаг в свое время в алании выступали твои легендарные земляки это герман кутарба ахрик цвейба что можешь сказать о них может быть с кем-то лично знаком может даже как-то по поводу твоего перехода общался с ними ну с ахриком цвейба я знаком это близкий друг моего отца легендарный человек для нашего народа как футболисты и просто как личность ну с ним тоже советовался перед переходом и он тоже настоял на том то что вы делаешь правильный выбор да ну закрывая тему абхазии давай немножечко для болельщиков такой вопрос какое бы ну абхазия живописное место мы это все знаем какое бы такое место посоветовал ты нашим болельщикам посетить ну я думаю однозначно это озеро рица там необыкновенная красота особенно зимой когда выпадает снег когда озеро замерзает думаю туда каждый должен поехать а если говорить о владикавказе как тебе наш город что можешь сказать о нем достаточно уютно очень похоже на абхазию горы очень красивые тоже ну так особо я нигде не гулял пока надеюсь еще все увижу в горы съездишь и все места посмотришь в описании ты говоришь что пока не гулял а как обычно ты проводишь свободное время когда бывает выходной какой-то перерывчик небольшой до дома разговариваю там по телефону с друзьями с родителями смотрю какой-нибудь фильм сериал обычно игры не играешь с клубом порядка не играть если брать команду с кем из игроков ты больше всего дружь мы обычно можем тебя видеть с русланом дауровым ну с руслан дауровым до понятное дело потому что мы с ним долгое время были в цска вместе на самом деле со многими ребятами хорошо общаюсь и с хэтагом кочевым и с хасоном с чочеком со всеми хорошие отношения то есть приняли хорошо уже хорошо знаком а если брать твои цели в карьере какую цель зауртарба ставит для себя в футбольном плане ну поиграть достаточно долго в лиге чемпионов а на этот сезон может какую-то конкретную цель для себя ставишь конкретной цели пока так я не определил но хочется чтобы мы все вместе вышли в премьер-лигу и последний вопрос чтобы ты пожелал может быть какой-то отправил месседж нашим болельщикам ну очень приятно когда их много приходит на наши игры независимого дома играем или на выезде мы всегда их слышим и все выражают им огромную благодарность спасибо а